МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Республика в студии Максим Попов. Прямо сейчас о главных событиях в Чувашии. В объезд на южном поселке столицы Чувашии перекрыли дорогу. С Чувашского на русский и наоборот. В Яндекс.Переводчике появился национальный язык нашей республики. Скорость и меткость. В Чебоксарах проходят чемпионаты первенства Чувашии по биатлону. В Чувашии появится центр социальных проектов. Такое предложение сделал временно исполняющий обязанности главы республики представителям региональной общественной палаты. Сейчас активно обсуждаются изменения в главном документе страны. Конституции России создается единая система публичной власти. Огромная роль отводится гражданским инициативам, когда само общество определяет приоритеты в социальной сфере, оформляя их в виде проектов. Общественная палата должна стать центром обратной связи, куда будут стекаться новые идеи и предложения. Подчеркнул Олег Николаев. Я слышу, что вот есть такая потребность, чтобы где-то сформировалась некая площадка, ну, так назовем, социальных проектов. Там, центр социальных проектов или центр социальных инициатив. Я думаю, что вот общественная палата – это ровно та площадка, где это все должно и реализоваться. Это все идеи социальной направленности должны здесь концентрироваться, анализироваться, наверное, каким-то образом прорабатываться их реализацией, в том числе во взаимодействии с руководством республики и с правительством республики, с вовлечением, конечно же, муниципалитетов. Немаловажная составляющая социальных проектов – грантовая поддержка, которая позволяет использовать конкретные средства на достижение конкретных результатов. Один из примеров эффективной работы – молодежная общественная организация «Волонтеры-медики». За три года ребятам удалось получить один президентский и более десяти федеральных грантов, благодаря которым реализованы программы «Система развития волонтерских отрядов в сфере здравоохранения», «Радость детства», «Сохраним здоровье вместе» и другие. Очень важно привлечение федеральных грантовых средств для решения социальных проблем и для вовлечения как можно большего количества некоммерческих организаций и людей в общественно полезную деятельность. Мы занимаем 12 место по количеству поданных грантов и 12 место по результативности. 35 общественных организаций приносят 40% грантов в республику. Я считаю, что это очень большой результат. Это, конечно, системная работа. С 2015 года на базе Центра молодежных инициатив работает проектная школа. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии рекомендовал членам общественной палаты активнее работать с некоммерческими организациями республики, помогать НКО при подготовке документов для участия в конкурсе фонда президентских грантов. На встрече обсудили вопрос расширения сотрудничества правительственных структур с НКО и создания общественных советов по проектной деятельности при всех министерствах. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. В республике намерены создать промышленные технопарки. Реализовать эти планы поможет Федеральная ассоциация кластеров. Готовая инфраструктура становится залогом инвестиционного развития регионов. Только в индустриальных парках Чебоксар в ближайшие годы должны открыться более 20 производственных площадок. Преференции для бизнеса создают и в Канаше. Предпринимателей, работающих в моногороде, освобождают от налогов на имущество и землю. Для правительства республики поддержка производителей и ключевая задача, отметил Олег Николаев. У нас есть отдельные институты, площадки, особые зоны. Но, может быть, где-то сейчас у нас отсутствует стройность их функционирования, взаимодействия и координации, в том числе их деятельности. Сам бизнес знает, как он работает. Мы, понимая, как он работает, понимаем, где мы можем подставить, как говорится, плечо, помочь. Одним из эффективных инструментов развития малого и среднего бизнеса могут стать промышленные технопарки. В республике такие площадки планируют создать на базе крупных предприятий. Промышленные технопарки – это, прежде всего, готовая промышленная инфраструктура, предназначена для снижения издержек при поддержке малого и среднего бизнеса. При этом государство запустило два уникальных инструмента. Эти инструменты предназначены для промышленных предприятий, имеющих избыточные промышленные площади. По большому счету, это достаточно уникальный инструмент, который будет действовать до 2024 года. На создание технопарка в рамках национального проекта регион может привлечь до 500 миллионов рублей. Временно исполняющий обязанности главы республики намерен провести деловые переговоры с руководителями крупных предприятий, чтобы сверить планы работ. Мы в любом случае планируем в ближайшее время с каждым крупным предприятием, с каждой крупной площадкой составить план совместных действий. Попробуем собрать все это, упаковать, проанализировать, может быть, на следующей неделе, что мы можем, мы отдельно с предприятиями переговорим. Заявки на участие в конкурсе, на получение господдержки из федерального бюджета предприятия республики должны подать в ближайшее время, отметил Олег Николаев, Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Яндекс.Переводчик освоил чувашский язык. Теперь все желающие могут переводить слова и фразы с чувашского на 97 языков и обратно. Сервис доступен на сайте и в мобильном приложении. Юлия Важенина изучала программу. Более миллиона человек считают чувашский язык родным. Это данные последней переписи населения. На нем общаются в Татарстане, Башкортостане, в Ульяновской области и, конечно, нашей республике. Для того, чтобы научить машину переводить, нужны параллельные тексты. Одни и те же, но на разных языках. С чувашским возникли сложности, материалов на нем в интернете мало. Помочь команде Яндекса вызвались энтузиасты. Они собрали 250 тысяч одинаковых фраз на русском и чувашском. Имеется много двуязычных изданий. Вот эти издания, они как раз легли в основу подготовки этого проекта. И в фонде национальной библиотеки еще много изданий, которые не оцифрованы. В частности, это работы современных авторов, которые выходили на двух, на трех языках. Вот эта работа у нас продолжается. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев отметил, для республики это важный шаг. Приложение поможет сохранить интерес молодых людей к национальному языку. Но переводчик еще нужно доработать. Это уже без недостатков. Так как в порядок слов-продолжений в русском языке и чувашском языке отличаются. И чувашский язык сильно развита амонимия, многозначных слов. Тем не менее, не мешает понять сам текст, смысл своего текста. А у нас главное, чтобы был понятен смысл текста. Кстати, использовать переводчик можно не только на компьютере. В сентябре прошлого года в приложении Яндекса появился новый режим. Теперь оно может слушать реплики, переводить их, показывать на экране телефона. И даже озвучивать собеседнику. Юлия Важенина, Александр Магарин, Андрей Шоклев, Бахтияр Велиев, Республика. Одно из крупнейших приборостроительных предприятий страны Элара отметило 50-летие. Продукция завода известна ведущим корпорациям страны в сфере авиационного, железнодорожного, автомобильного производства. На праздник пригласили партнеров предприятия, а это более 150 гостей со всей России. С какими показателями подошел завод к полувековому юбилею в нашем сюжете. Высокая точность на всех этапах производства, начиная от механического цеха до сбора готовых плат. За последние 10 лет на заводе в техническое перевооружение вложили миллиард 300 миллионов рублей. По этому предприятию все очень гармонично. Очень высококвалифицированный персонал, очень хорошая технологическая база. Поэтому обновление, оно проходит практически непрерывно. Продукция «Элары» хорошо известна авиастроителям. Сотрудничество компании «Сухой» с заводом началось как раз полвека назад. И по сей день чебоксарским приборостроителям доверяют самые сложные задачи. «Элары» сейчас системой КСУ, коммерческой системой управления самолетом, присутствует на новейшем истребителе пятого поколения у нас, это Су-57. Еще одно стратегическое направление для «Элары» – сотрудничество с РЖД. Сейчас 40% продукции, произвезенной на чебоксарском заводе, отправляется в структуры российских железных дорог. Наиболее показательный пример – это система управления движением поездов на Московском центральном кольце. Сейчас телевидение показывает, ласточки по кольцу, так вот вся система управления, железнодорожные автоматики, я имею в виду перегонные системы, они изготавливались здесь. Сейчас активно идет поставка на Байкал-Амурского магистрали, Странсибирского магистрали, Сибирь и Дальний Восток. Это все оборуденные «Элары». В перспективе Крым, Крымский мост. Несколько лет назад завод начал осваивать еще одно направление – производство оборудования для теплоэнергетики. В ближайшие пять лет здесь ждут серьезного роста продаж. Об этом генеральный директор «Элары» Андрей Углов рассказал заместителю министра промышленности и торговли России. Михаил Иванов побывал на предприятии с официальным визитом. Создали программно-технический комплекс «Ура». Он автоматизирует технологию вырубки электрической тепловой энергии на ТЭЦ. Сейчас с силовыми машинами у нас в стадии реализации находится контракт по поставке этих систем управления для Сатаринской станции. Генеральный директор завода всегда подчеркивает – главная ценность предприятия – люди. Поэтому на торжественный вечер пригласили всех работников и даже ветеранов производства. А это более четырех тысяч человек. Награды из рук высоких гостей получили те, кто много лет посвятил заводу, кто вложил в развитие предприятия силы и энергию. Медалей «Трудовая доблесть» удостоился и Виктор Константинов – регулировщик радиоэлектронной аппаратуры. На заводе он трудится почти 40 лет. У меня тут сын работает, еще будет ждать, чтобы внук тоже увидеть его в белом халате здесь. «Пятидесятилетие Лары» – праздник не только одного завода, но и всей Чувашии, отметил в своем выступлении в Рио главы республики Олег Николаев. Именно такие высокотехнологичные предприятия работают на имидж всего региона. Режда Андреева, Владимир Сендеев, Вести Чувашия. Контейнеры для раздельного сбора мусора установили в университете. И в этот раз речь не про столичный микрорайон. Специальные боксы поставили в ЧГУ имени Ульянова. Что думают по этому поводу студенты, узнала Ольга Пырочкина. Экзамен сдан, и по мнению студентов, лекция теперь просто испачканная чернилами бумага. Однако она еще принесет пользу в качестве вторсырья. Чувашский госуниверситет стал первым учебным заведением республики, в котором организовали раздельный сбор мусора. Для начала двух фракций – бумаги и пластика. В настоящее время у нас установлены эти ящики по двум адресам. Это на Университетской 38 во всех корпусах и на Московском проспекте 15. Но в течение месяца такие ящики появятся во всех корпусах. Вывозить собранный материал будет компания, которая специализируется на сборе, переработке и реализации вторсырья. Впрочем, цель установки контейнеров – в данном случае не собрать сразу тонны отсортированного мусора, а скорее просветительское. Я думаю, что буквально вопрос ближайших лет и республика, не только город Чебоксары, поэтапно, постепенно перейдет на раздельный сбор отходов. И тогда нам придется срочно перестраивать культуру, психологию населения в отношении раздельного сбора мусора. Вот мы сейчас готовим передовой отряд такой молодежи. Хотя обычные урны в университете пока заполняются быстрее новых контейнеров, студенты заверили нашу съемочную группу – разделять готовы. Но я думаю, если это будет так же, как и мусорное ведро во многих местах расположено, то будет удобно выкинуть туда. Почему бы и нет? Я даже дома коплю пластик и специальные контейнеры, специализированные в брасу. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика. Долгое время столица Чувашии была центром речного туризма, а Петр Горячков – руководителем туристских маршрутов на теплоходе Николай Гастелло. О том, какими запомнились им у Чебоксара его детства и юности, в нашем сюжете. В годы войны республика стала вторым домом для многих эвакуированных. Семья Петра Горячкова приехала в Чебоксар из-под Выборга в июле 41-го года. Добирались по Волге. Семь лет было. Ну, 34-го года рождения. Вот. Семь лет. Вот восемь лет без отца остался. Все время там пасся на этих катерах. Они перевозили на переправе и открыли местные линии Чебоксары-Козловка. Идти Боксары обратно, конечно. За сутки вот. И вверх до Васильсурска ходили. Река стала для Петра Ивановича особым местом. После уроков ребята быстрее мчались к Волге. Там всегда было чем поживиться. Она мне была родной матерью второй, можно сказать. Во время войны-то. Я все время около Волги. За диким луком. Волга меня кормила, питала. Рыбку иногда половишь. На вырученные деньги покупали картофельные лепешки. Там же чуть позже открылась столовая для школьников. Кормили один раз. Горячим обедом. Для вечно голодных ребят это было большой поддержкой. А потом Волга стала для него еще и местом работы. Я в 16-е, как мне исполнилось, я сразу рулевым меня взяли. Я был опытный. Помнит, как сейчас Петр Иванович, и ту самую победную весну 45-го. И старый млад тогда вышли встречать первые теплоходы. Гастелло. И еще несколько теплоходов пришли из Германии. Этот теплоход приписали нам. Потому что у нас плотность населения большая. Трехпалубные, комфортабельные. Уже в советские годы почти 10 лет Петр Иванович работал руководителем туристских маршрутов на теплоходе Николая Гастелло. Весь летний сезон теплоход возил туристов по излюбленным маршрутам до Астрахани, Москвы, Ленинграда. Пароходные гудки Петру Ивановичу слышатся и сейчас. Тогда была хорошая традиция заканчивать навигацию прощальными гудками. До сих пор в памяти ветерана набережной Волги. Во все времена она кипела жизнью. Поэтому Петр Горячков надеется, что столица Чувашии вновь, как и прежде, станет одним из центров речного туризма. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Я способен горы свернуть, потому что ты в меня веришь. Илья Михайлов, руководитель единственной в Чувашии школы колокольного звона «Перезвон», уже давно идет по жизни с этим девизом. На творческий вечер в честь дня рождения школы «Звонарей» отправилась наша съемочная группа. Любить – это значит видеть человека таким, каким задумал его Бог. Илья и Анна встретились шесть лет назад на одном музыкальном мероприятии и с тех пор уже не расставались. Их союз особенный. Силу духа, волю к жизни, готовность прийти на помощь в них поддерживает музыка. Мне кажется, что вообще с помощью музыки, танцев, колокольного звона того же, как у нас в нашем случае получается, люди как раз и соединяются. Творчество у Михайловых – это семейное. Анна профессионально занимается танцами на коляске. Илья с детства увлекается музыкой. А их сын Ванечка прекрасно читает стихи. Пусть я не поседа, просто хулиган, но я твой сыночек, твой я – атаман. Поддержка в семье Михайловых на первом месте. Поэтому, когда супруг решил посвятить себя любимому делу и открыть школу колокольного звона, Анна его с радостью поддержала. Ну, я с детства мечтал служить в церкви, я хотел стать священнослужителем, но не случилось. Поэтому, как бы, желание осталось быть при церкви. И вот неоконченное, так скажем, музыкальное образование переросло в образование и образовательную деятельность, именно связанную с колокольным звоном. Чтобы стать звонарем, не нужно иметь отличный музыкальный слух, но чувство ритма должно быть. Главное – уметь владеть каждой рукой и ногой отдельно, чтобы получить целостный звук. Ведь звонари бьют сразу в несколько колоколов. В этом году школа колокольного звона отмечает день рождения. Ей исполняется 6 лет. На вечере перезвона собрались профессиональные музыкальные коллективы и талантливые артисты нашего города. Все они дружат с семьей Михайловых и поддерживают школу колокольного звона. В Чувашском государственном художественном музее открылась выставка «Любовь и боль моя Россия». Она посвящена 85-летию народного художника Чуваши и заслуженного художника России Николая Карачарского. Выставка открылась в день рождения художника, 14 февраля. Николай Карачарсков родился в деревне Шадриха Парецкого района. Окончил Чебоксарское художественное училище. Его творчество охватывает все жанры живописи, но тяготеет мастер к реализму. Николай Прокофьевич считает, что искусство принадлежит народу и должно быть понятно простым людям. В экспозиции «Любовь и боль моя Россия» 400 полотен. Портрет легендарной балерины, уроженки Чуваши и Надежды Павловой – одна из последних работ. Надя Павловна – великая балерина мира. Она весь мир восхитила, удивила настолько. Полсотни лет прошло в Чувашии ни одного ее портрета. Не знаю нигде. Вот вынужден был, написал я этот портрет. Вот последняя моя работа. Ее очень непросто, неисусный чин. Вот для зрителей это непросто, эта штука. Я к 100-летию Октябрьской революции написал эту работу. Николай Карачарсков известен не только как мастер кисти, но и как общественный деятель. По его инициативе во многих селах Чувашии появились народные картинные галереи. А с 1990 года по 1994 Николай Прокофьевич был депутатом Верховного Совета Чувашской ССР и принимал участие в утверждении герба и флага республики. Все население Чувашской республики сегодня присоединяется к поздравлениям и желает ему здоровья и дальнейших творческих успехов. Сейчас Николай Прокофьевич продолжает создавать картины и восстанавливает родную деревню Шадриху. Он завершил строительство часовни памятников в честь павших на войне односельчан и возродил сгоревший в пожаре дом творчества Карачарсковых с картинной галереей. Татьяна Трофимова, Юлия Адюкова, Валерий Резюков, Республика. Внимание автолюбителей! В Чебоксарах на южном поселке с 15 февраля ненадолго перекроют участок дороги для ремонтных работ. Для проезда будет закрыт участок от улицы Ашмарина до рынка Хевель. Работы хоть и сложные, но вестись будут быстрыми темпами. Для производственных целей необходимо провести работы по укладке восьми пересечек, чтобы уложить подверг коммуникации, ливневой канализации, газовое доснабжение и электричество. Данные работы проводить возможно только открытым способом. Соответственно, движение по данному участку дороги будет невозможно. Объезд этого участка возможен по существующим дорожным сетям через южный поселок Ильгешево, по улицам Ашмарина, Орлова и Айзмана. В выходные дни в сторону южных районов республики водители могут свободно выехать через Вурнарское шоссе. Водители отнеслись к временным неудобствам с пониманием. Ну, власти как бы предупредили, вот, извинились за временное неудобство. Ну, результат виден. Дорогу расширили, как бы стало намного удобнее, пробки как бы исчезли. На недавнем выездном совещании глава администрации столицы Алексей Ладыков отметил, что надо максимально ускориться, привлечь дополнительные ресурсы и увеличить рабочие смены, чтобы завершить перенос коммуникаций в кратчайшие сроки. Александр Соловьев, Бахтиар Вилеев, Республика. В Чубоксарах проходят чемпионаты первенства Чувашии по биатлону. Спританская гонка – одно из самых зрелищных состязаний. С самыми быстрыми и меткими пообщался Рифат Фаткулин. Для юношей дистанция 10 километров. Спортсменам предстоит пройти два огневых рубежа – стрельба лёжа и стоя. В случае промаха – штрафной круг, и это спринт. Резкие подъёмы, неожиданные повороты требуют от биоционистов сверхусилий и спецподготовки. Дистанция сложная. Присутствуют за 2,5 километра 4 подъёма, которые очень крутые. И в них забираться довольно тяжело. Особенно на последнем круге. А весил вообще не остаётся. Биатлонисты уходят на дистанцию один за другим каждые 30 секунд. На спине винтовка, которая весит около 4 килограммов. Столько же весит кирпич. Девушкам нужно пробежать 7,5 километра. Со стрельбой интересно. Азарт. Полгода занимаюсь. Из лыжного гона перешла. Довольно-таки неплохо. Стараемся, работаем. Погода сегодня очень хорошая. Все условия для биатлона. Ветра нет. Трасса хорошо подготовлена. Всё на уровне. У каждого участника свой козырь. У Никиты Григорьева быстрая стрельба, умение подготовиться и выдать рубеж. 5 из 5. Финал гонки спрогнозировать сложно. Последний круг юноши шёл с запасом сил. Но на финише пришлось выжать всё. В разные времена биатлонисты из нашей республики входили в состав сборной России. Этот вид спорта всегда привлекал внимание молодёжи. Не случайно в республике почти готов к эксплуатации специализированный центр. Кстати, на его базе и проходят соревнования. К сожалению, количества не прибавляется. Всего 36 участников всех категорий. Поэтому это, конечно, очень мало. Тут говорить о развитии не приходится. Дети должны соревноваться. Иначе они не вырастут. Они могут расти только соревнувать друг с другом. В конкуренции должна быть не все однаково подготовлены. Есть, которые выделяются. Которые, вот, если юноши соревнуются на российском уровне, на высоком уровне, побеждали не раз. 15 февраля поклонников биатлона ждут гонки, преследования. Это главные новости к этому часу. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова